Рак мочевого пузыря Рак мочевого пузыря Рак мочевого пузыря Рак мочевого пузыря порядка 20%. Выживаемость за последние 20 лет никак не изменилась, и выживаемость рака мочевого пузыря мышечно-инвазивных форм роста порядка 39%. Пятилетняя выживаемость – это синий столбик регионарный рак мочевого пузыря. Лечение мышечно-инвазивного рака мочевого пузыря может быть комбинировано. Это цистоктомия после курсов неодевантной химиотерапии и комплексная. Это так называемая тримодальная терапия. Остановимся на тримодальной терапии. Вот схема лечения рака мочевого пузыря я себе представляю следующим образом. При клинической стадии Т2 мы проводим неодевантные курсы химиотерапии, потом определяемся с методом радикального лечения. Это либо тримодальная терапия, либо цистоктомия с ортотопической пластикой, либо цистоктомия с гетеротопической пластикой. При местно распространенных формах Т3-Т4 в случае наличия гидронефроза – это обязательно нефростомия и затем курсы неодевантной химиотерапии. В случае отсутствия гидронефроза – это также неодевантная химиотерапия и также цистоктомия. Следует отметить, что при любой типе радикального лечения мышечно-инвазивного рака мочевого пузыря необходимы неодевантные курсы химиотерапии в плане комплексного лечения. Но тримодальная терапия – вообще тройка у каждого своя в голове, поэтому остановимся на формате тримодальной терапии. Пару слов. Что включает тримодальную терапию? Это прежде всего адекватная, максимально радикальная до паравизикальной клетчатки тур мочевого пузыря, затем курсы неодевантной химиотерапии, затем контрольная тур и дистанционная лучевая терапия. Тур в пределах слизистого и подслизистого, слоя в лечении мышечно-инвазивного рака мочевого пузыря, я считаю, что запрещен. Поэтому я неоднократно видел, как доктора, которые занимаются в основном общей урологией, они выполняли тур мышечно-инвазивных форм роста рака мочевого пузыря, и у них петля работала в пределах слизистого и подслизистого слоя. Поэтому вот я и говорю, что тримодальная терапия у каждого своя. И ставить на одну грань этих пациентов, я думаю, что не стоит. И поэтому турить следует таких пациентов до паравизикальной клетчатки. Критерии отбора на тримодальную терапию. Друзья, они точно такие же, как критерии отбора на ортотопическую пластику. Как выбрать? Критерии отбора для проведения тримодальной терапии – это, прежде всего, клиническая стадия Т2, отсутствие гидронефроза, отсутствие ХПН, возможность проведения платин, содержащих химиотерапии. Ну и отказ пациента от цистектомии, конечно, не может быть. Поэтому это, по сути, одни и те же пациенты. И я думаю, что мы, как с ними поговорим, на ту методику лечения и можем их склонить. Это может, кстати, как ответ быть на вопрос, почему цистектомии стало меньше. Ну, один из, не знаю. Исходы тримодальной терапии. 20% пациентов – это каждый пятый. Это вынуждены выполнять спасительные цистектомии. У 30% возникают нежелательные явления третьей-четвертой степени. У четверти – поздняя токсичность. И у 5% формируется радиоиндуцированная опухоль малого таза. И только каждый третий удовлетворен мочеиспусканием. Я вот так представил себе, как выглядит у нас мочевой пузырь после лечения в тримодальной схеме. То есть вроде кусок есть, где можно жить, а вроде и как бы так себе. Поэтому исходы, прежде чем предлагать пациенту тримодальную терапию либо радикальную цистектомию с ортотопической пластикой, мы должны понимать исходы лечения той или иной методики. Комбинированная терапия включает также турмачевого пузыря, курсы химиотерапии и цистектомии. Здесь ничего нового я вам не скажу. Но я хотел остановиться на выборе тактики пациентов с уротерогидронефрозом. Уротерогидронефроз является независимым преддиктор негативного прогноза. Кроме как клинической стадии, пациенты с урогидронефрозом даже при одной и той же стадии Т3 живут гораздо меньше. Уротерогидронефроз – это прогностический индикатор выживаемости. И применение тримодальной терапии у пациентов с уротерогидронефрозом продемонстрировало более худшие результаты по сравнению с цистектомией. И в результате чего, что если у пациента имеется уротерогидронефроз опухолево ассоциированный, цистектомия – это метод выбора лечения таких пациентов. Химиотерапия рака мочевого пузыря. Очередное интересное исследование. Как выбрать схему химиотерапии МВАК, гемзар с цисплатином или гемзар с карбоплатином? Вот приведен метаанализ, который 13 тысяч пациентов, выживаемость определяна на 13 тысяч пациентов. И данные авторы не выявили достоверной статистической разницы между различными схемами химиотерапии. Наилучшие результаты общей выживаемости продемонстрировали пациенты, которым были проведены хоть какие-то курсы химиотерапии по любой схеме. Поэтому я думаю, что на 13 тысяч пациентов можно брать данные исследования во внимание. Но есть другие исследования. Определение приемлемости применения платин, содержащих химиотерапии. Наши все пациенты с мышечно-инвазивным раком мочевого пузыря условно разделены на две группы, которые могут получать препараты платин и которые не могут их получать. И еще на две подгруппы, которые могут получать цисплатин и могут получать карбоплатин. В России и в Европе наиболее популярны, конечно, это применение цисплатина в плане неодневарных курсов химиотерапии. Вот, к примеру, такой график, когда в США и Великобритании применение карбоплатина больше, чем применение цисплатин. Но, тем не менее, в Германии, в Европе наиболее популярны препараты цисплатин относительно карбоплатина. Но я думаю, что у нас в России, Леон Владимирович, тоже цисплатин больше применяется, чем карбоплатин. Очередное исследование. Авторы сравнивали МВАК против сгемзара с цисплатином. Это на 500 нелеченных пациентов. И авторы сделали заключение, что МВАК в неодневатном режиме проявил наилучший местный контроль опухоли мочевого пузыря и значительное улучшение трехлетней беспрогрессивного выжимаемого по сравнению с гемзар с цисплатином. Но профиль нежелательных явлений примерно был такой же – 52% против 55%. Но в группе МВАК желудочно-кишечные расстройства больше третьей степени. И также остальные были значимы выше, чем в группе с гемзар и цисплатин. Примерно получается в данном исследовании МВАК незначительно превышал альтернативный курс химиотерапии. Вот, конечно, есть категория пациентов, которым мы по тем или иным причинам не провели курсы неодневанной химиотерапии. Встает вопрос, а можно ли в адюматном режиме догнать уходящий паровоз? Вот таких исследований крайне мало. Практически их нет. Вот я одно нашел, только там 94 пациента. И из них в неодневантном формате провели 20 пациентов, и в адювантном 74 пациента. И пятилетняя выжимаемость пациентов, в которых был проведен неодневантный курс химиотерапии, значимо превышала, нежели в адювантном режиме. Поэтому авторы сделали вывод, что у пациентов, получивших курсы неодневантной химиотерапии, выжимаемость была выше, чем у пациентов, получающих адювантную курс химиотерапии. В результате чего мы считаем, что всеми возможными способами нужно стремиться к проведению курсов неодневанной химиотерапии. Наш опыт в лечении мышечно-инвазивного рака мочевого пузыря. Варианты отведения мочи – это то, что затронул Александр Ильич. Раньше мы, вот, или цистопластика по Хаутману, как вариант деривации мочи, был наиболее популярным в нашем отделении. Это было накопление опыта, реализация своих хирургических амбиций. После того, как все пришло понимание, сейчас или ортотопическая или цистопластика выполняется строго по показаниям, и в основном пациентам, которым выполняем нервозаберегающую цистоктомию. А самая популярная методика деривации мочи сейчас, конечно, гетеротопические формы или цистопластики. Стадия онкологического процесса, с кем мы работаем. За последние 7 лет мы выполнили порядка 160 цистоктомий из традиционного доступа и 61 цистоктомию с кишечной пластикой, лапароскопическим и ассистированным доступом. Да, это немного, но у нас и регион небольшой, и мы не являемся научно исследовательным институтом, который обслуживает, конечно, большую часть населения. Основное, конечно, пациенты, которым выполняем цистоктомию, это Т2 и Т3, это порядка по 40%. Курсы неодневатной химиотерапии, которые мы проводили своим пациентам. Смотрите, это то, что я вам говорю. В нашей серии, вот в этих 120 пациентов, только 37 или 44% в зависимости от хирургического доступа были подтверждены курсом химиотерапии. То есть 40% только пациентов получали курсы химиотерапии, остальные были отказаны по каким-то сопутствующей патологии. Это очень серьезная цифра. То есть я в своем докладе доказал, что курсы неодневатной химиотерапии значимо улучшают прогноз, но тем не менее 40% пациентов мы только можем их проводить. Это очень серьезно. Пятилетняя канцерспецифическая и общая выжимаясь в наших группах выглядит следующим образом. То есть при стадии Т2 канцерспецифическая выживаемость составляет порядка 60%, при стадии Т3 40% и снижается в зависимости. То есть пятилетняя канцерспецифическая выживаемость нашей серии полностью совпадает с общей мировой статистикой, что Т3 это 40%, Т2 60%. Примерно так. Осложнение, которое мы видели в наших пациентах по клавиен. Первая, вторая степень осложнений, самая частая, конечно, это достигает 10-15%. Третья степень это порядка 10%. И четвертая степень это небольшое количество, это 3-4%. Хочется отметить, что малоинвазивный доступ никак не коррелировал с вероятностью развития тяжелых осложнений, а полностью сопоставимый вопрос, это другой подход в хирургии. Редкие осложнения. Вот хотел продемонстрировать, к примеру, перфорациям лоханки с тентом при стентировании, при выполнении гетеротопической или ацистопластики. Вот слева, когда стентируем, вывода перфорация лоханки, в результате чего гидронефроз. Ну, такое достаточно редкое осложнение. Или в плане диагностики КТ-кондуитография. Вот здесь на первом слайде контрастирован кондуит, который сообщается с кожей. А вот на втором слайде мы видим, что контраст проходит через кондуит-брикер и уходит в малый таз. В плане диагностики несостоятельности уротерорезервуарных анастомозов, такой как метод исследования кондуитография. Но это мы делаем нечасто, поэтому хотелось продемонстрировать вот такой, как вариант диагностики несостоятельности кондуита. Имеются ли критерии, определяющие необходимость экстерпации кондуита? На сегодняшний день вот этот ПАБМЕТ, экстерпация кондуита, как будто выдала 4 или 5 работ, но эти работы абсолютно были не от тем. Поэтому сегодня, на сегодняшний день, единых критериев, определяющих экстерпации кондуита нет. И единых подходов нет. И про это вообще народ не говорит. Когда стоит при возникновении осложения тяжелых степеней удалять кондуит? Об этом не говорят. В нашей серии чуть по-другому было. То есть в 5% случаев из развития, это порядка всех цистоктомий, из порядка 200 операций, это возникала кишечная неприходимость. В основном кондуит сохраняли. В одном случае, конечно, мы были вынуждены кондуит удалить даже при развитии кишечной непроходимости. При несостоятельности резервуарных анастомозов, в одном случае мы выполняли реанастомозы, при этом кондуит удалось сохранить. При несостоятельности межкишечного анастомоза, также кондуит пытались сохранить. При развитии мочевого перитонита, в половине случаев нам удавалось сохранить кондуит, а в половине мы удаляли кондуит. Но я хочу сказать, что методика, когда мы сохраняли кондуит, это очень опасно, потому что на моей памяти имеются несколько пациентов, особенно когда создатель кондуита, вот это чувство, когда ты буквально два дня тому назад этот кондуит создавал, и прошло два дня, ты стоишь перед выбором, стоит ли его удалять. Конечно, это большой психологический барьер, и если ты иногда смолодушничаешь и это не сделаешь, через два дня может получиться, что прогрессирует мочевой перитонит, и мы этих пациентов теряли. Поэтому решение об экстерпации кондуита я больше чем уверен, что должен принимать не оперирующий хирург, чтобы исключить эмоциональный фактор, а должен принимать независимый старший коллега. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Экс Саркисович, за прекрасный доклад. Коллеги из зала, есть у кого-то вопросы к Экс Саркисовичу? Очень интересны ваши, так сказать, хирургические достижения. Вопрос такой, вот у вас доклад называется «Проблемы рутинной практики». Вот на ваш взгляд, все-таки какие основные проблемы тезиса рутинной практики в лечении мышечно-инвазивного рака мочевого пузыря вы видите? Спасибо. Спасибо за доклад. Мне кажется, проблемы не только в рутинной практике существуют, но и глобальные проблемы. Но если говорить про наш регион, проблема в рутинной практике именно, что мышечно-инвазивный рак мочевого пузыря, как мы видим, это комплексный, должен быть прежде всего комплексный подход. Это хирурги, общие урологи в плане нефростомии, стентирования этих пациентов до получения специальных методов лечения и химиотерапевт. И так получается, даже кроме нашего региона, что вот эта консолидация смежных специалистов, они не всегда разорваны во всех больницах. И вот это взаимодействие, конечно, очень сложно наладить. Если, грубо говоря, в нашей клинике сейчас мы разорваны с химиотерапевтами, то я больше чем уверен, но мы вместе с общими урологами, которые могут застентировать любую почку и при любых условиях, то в других клиниках они консолидированы с химиотерапевтами, но разорваны с общими урологами. И прежде всего стентирование этих сложных пациентов, в некоторых случаях не просто гидронефрост 5 см, который можно застентировать в более сложных ситуациях. То это вот одна проблема, разорванность службы. Затем, я думаю, что не всегда все понимают, что нужно делать. К примеру, мы демонстрируем, что курсы неодевантной химиотерапии – это один из ключевых факторов, влияющих на общую выживаемость этих пациентов. Но у пациента с уротерогидронефрозом, чтобы ему дать возможность проведения курсов неодевантной химиотерапии, нужна нефростомия. В обычной практике, как правило, общие урологи пишут, почечной колики нет, нефростомия не показана. В результате чего и все откладывается на месяц-два, и все мы получаем более худшую выживаемость. Поэтому проблема рудинной практики – это отсутствие, так скажем, единого вектора движения в плане определения тактики этих пациентов, потому что это очень сложные пациенты, и они попадают ко многим специалистам, и большинство специалистов просто не знают, что с ними делать и даже куда направить. С морфологами мы очень тесно взаимодействуем, но я считаю, что гистологическая составляющая рака мочевого пузыря проще, нежели при раке предстательной железы. Поэтому мышечная инвазия диагностируется не только морфологически, но и клинически. То есть если вы, как практикующий врач, уверены в мышечной инвазии, если морфолог напишет, что мышечной инвазии нет, что вы сделаете? Вы возьмете на повторный тур или на пересмотр стекол другим морфологам. Что нельзя сказать про рак предстательной железы, где мы можем ориентироваться только на морфологию и точку? Здесь клиническая составляющая, мне кажется, больше превалирует по сравнению с только гистологическим заключением, если их отдельно сравнивать. Дополню немножко вопрос Александра Сергеевича. Особенности многопрофильной клиники, в которой располагается отделение онкоурологии, не всегда позволяет получить, к сожалению, грамотное морфологическое заключение по ряду причин. Но, к счастью, у нас есть реферсный центр здесь же в городе, это морфологический центр на базе областного онкологического диспансера, где мы всегда в 100% случаев, если нам это нужно, можем пересмотреть материал, который был посмотрен в сторонней, так скажем, лаборатории. И в этом плане мы всегда можем, конечно, получить грамотное, качественное морфологическое заключение. При проблемах с морфологией, возникающих у нашего местного локального центра, у нас всегда есть возможность получить видеоконсультацию, телемедицинскую консультацию на базе онкоцентра с ведущими референсными центрами в Москве, институтом Блохина, институтом Герцена. Поэтому здесь, ну это крайне редко бывает, но, тем не менее, такая возможность тоже есть. – Коллеги, позвольте параллельно задать вам вопрос. Во-первых, спасибо большое, Гайя Саркистович, за блестящее, совершенно тонкое и вкусное изложение материала. Параллельно задаю вопрос и вам, и Александру Валерьевичу. Ну, мы знаем, что на текущий момент в Российской Федерации порядки оказания медицинской помощи в сфере онкологии у нас предопределяются приказом 116 Н, который регламентирует проведение мультисциплинарных консилиумов при выборе метода лечения. И, как показывает практика, большинство субъектов Российской Федерации идут по пути централизации своих служб. Что это означает? Присоединяют в САОПы, присоединяют некогда в советское время отшнуровавшиеся онкологические отделения на базе центральных районных больниц, присоединяют к себе под свое крыло, чтобы централизовать максимально службу, чтобы проще было контролировать, так сказать, или вопросы лекарственного обеспечения, и качество оказания медицинской помощи, и подтягивать всю службу на высокий уровень. Вот в связи с этим у меня вопрос к вам, Александр Валерьевич, в том числе, и вот к вам, Гаек Саркисович. Как вы реализуете мультидисциплинарные консилиумы на базе своего отделения? – 100% все пациенты, поступающие на хирургическое лечение в отделении онкологии больницы «Нефтяник», 100% пациентов проходят через мультидисциплинарный консилиум. Если это обычные пациенты по ОМС, то есть пациенты Тюмени-Юго-Тюменской области, мультидисциплинарный консилиум, естественно, проходит на базе областного онкологического центра медгорода. И, к счастью, в течение последних двух лет этот регламент утвержден, и он идет и выполняется в 100% случаев. На этих мультидисциплинарных консилиумах присутствует профильный специалист-уролог, а также химиотерапевт, радиолог, рентгенолог. То есть это как минимум состав, минимальный состав участников мультидисциплинарного консилиума. Если нужно, мы приглашаем специалистов по палиативной онкологии, по рентген-эндоваскулярным, там же на базе онкоцентра медгорода, специалистов по рентген-эндоваскулярной хирургии и каких-то других профильных специалистов. То есть этот регламент, он соблюдается. И пациенты попадают в отделение исключительно через НДК. Могу тоже спросить, не могла не впечатлиться последней частью доклада в отношении экстирпации кондуита или резервуара. Наверное, отчасти соглашусь с тем, что иногда наша эмоциональная вовлеченность в процесс лечения пациента, особенно когда ты приложил непосредственно руку к хирургическому лечению больного и побывал у него там внутри, эмоциональная вовлеченность есть. И привлечение старшего эксперта должно быть. Но по большей части эти осложнения, которые происходят у пациента, они, как правило, больше хирургические осложнения. И, например, у нас мы стараемся все-таки вовлекать в качестве экспертного мнения специалиста, который занимается хирургией, экстренной хирургией, потому что не всегда это может касаться только мочевого перитонита. Иногда проблема с тем же самым межкишечным анастомозом, который с сохранением кондуита необходимо решить, может закончиться выведением и резекцией этого анастомоза, выведением ее на стомы. И я уверена, что не все урологи и онкоурологи владеют этой технологией. Мы, как правило, стараемся привлекать именно специалиста по экстренной хирургии, который владеет большим опытом. Вот, естественно, старшие коллеги, да. А второй такой момент в отношении первой части вашего доклада вы затрагивали вопрос по поводу тримодальной терапии. Сегодня стандартного протокола неодевантной химиотерапии перед лучевой терапией не существует. То есть там несколько вариантов введения данной ситуации. С другой стороны, лучевая терапия, мы знаем, что проведение химиосенсибилизации перед дистанционной лучевой терапией показывает более улучшенные показатели общей выживаемости, то есть там порядка разницы около 30%. У меня вопрос такой. Как у вас построено на практике? Вы всё-таки стараетесь провести неодевантную терапию каким-либо режимом, и затем пациента направляете на проведение лучевой терапии? Или всё-таки более приемлемый компонент, когда это максимальная трансуретральная резекция с обязательным контролем, и затем проведение химио-лучевой терапии? Вот вы больше за какой подход? Я внутри себя больше за хирургический подход. Понятно. А по поводу первой части? Говорить о плюсах и минусах локализации отделения онкологии, ну здесь вот несомненный плюс, потому что мы находимся в многопрофильной, скоропомощной, так скажем, такой термин, да, из старой больницы, где есть экстренная хирургия, где мощнейшая хирургическая служба, и поэтому это один из плюсов, потому что действительно при хирургических осложнений после цистектомии с кишечными пластиками мы, конечно же, всегда привлекаем и Ночмеда, и заведующих хирургическими отделениями, которые всегда помогают в решении этих сложных вопросов. То есть вот это один из плюсов. Да, да, конечно. И, может быть, благодаря этому у нас осложнений немного, летальных конкретно. Но ещё онкология – это вообще большой стык специальностей, и коллектив у нас в отделении очень разношёрстный. К примеру, у нас есть доктор Вародян, который 15 лет в ургентной хирургии отработал общим хирургом, и проведение каких-то кишечных моментов, осложнений – для него это обычная тема. То есть у нас в отделении не только урологи, которые стали онкоурологами. У нас очень разношёрстный коллектив, и на самом деле в этом и сила. Это раз. А по поводу момента привлечения хирургов в лечение мочевого перитонита, после вашего вопроса я вспомнил свой экзамен, когда у меня при выпуске ординатуры по хирургии, хирург мне задал вопрос. Аксер Кисыч, как вы считаете, какой из перитонитов самый сложный? Ну, я ему ответил – каловый. Он сказал – нет, мочевой. Поэтому на самом деле общий… Он говорит – при каловом перитоните мы знаем, что делать, при мочевом мы не знаем. Поэтому хирурги, занимающиеся ургентной хирургией, как правило, крайне не любят мочевые перитониты, потому что их надо, грубо говоря, некоторые вещи надо чувствовать уже спинным мозгом и контроль в динамике. И мочевой перитонит… Но, как правило, они очень коварные. Да. Они имеют нетипичное течение. Как часто делается цистомию при раке мочевого пузыря Т4АН2М0 после неодевантной полихимиотерапии? Как часто мы делаем? Не часто. Т4АН2 – это не частые пациенты. И третий вопрос. Что у Вас играет решающую роль при выборе радикальной цистэктомии с уротерокутанной остомой или с пластикой? Ну, это общее состояние пациента, наличие или отсутствие аномии, варианты, так скажем, возраст, коморбидность. И во время хирургии я это упускаю, это тезис мышечной конференции. Дорогие коллеги, поблагодарим Айка Саркишевича за доклад. Спасибо.